18 страховых компаний Челябинска уличили в нечестной продаже полисов ОСАГО. Сговор подтвердил арбитражный суд. Под разными предлогами сотрудники этих компаний отказывались страховать машины. Чтобы получить полис ОСАГО, автовладелец должен был застраховать свою жизнь или свой дом. Подробности у Светланы Свечкарёвой. Сергей Пунтус – один из тех 180 челябинцев, которые пожаловались в антимонопольную службу на страховые компании. У мужчины заканчивался полис ОСАГО, но новые с ним заключать отказались, пока не застрахуют ещё что-нибудь. Стали предлагать доп. услуги. Это как страхование жизни, имущества, любого, которое у меня есть, как квартира, тому подобное. Естественно, когда посчитали, сумма мне не очень-то понравилась. Это от двух и выше тысяч. Челябинская антимонопольная служба оштрафовала 18 страховых компаний за сговор по продаже ОСАГО. Они должны заплатить бюджет от 1 до 15% годового оборота. Все они, как доказали в ведомстве, отказывали клиентам в обязательном автостраховании, то есть нарушали закон. Страховщики заранее договорились, чтобы ОСАГО можно было получить, только застраховав дополнительно квартиру, дачу, жизнь. Были случаи, когда просили тех, кто осуменно громко возмущался хотя бы оформить полис на укус клеща. Обходились клиентам такие дополнительные услуги от двух тысяч рублей и до десяти. Очень много шло публикаций в средствах массовой информации, в интернете, откликов. Стали потребители приходить с различными доказательствами, добытыми записями телефонных разговоров и на телефон записи, видеозаписи, которые приобщались к материалам дела. Антимонопольным органам было предписано страховым компаниям прекратить навязывать потребителям вот эти все дополнительные полисы страхования. В навязывании услуг были замечены практически все крупные страховые компании, поэтому у водителей просто не оставалось выбора. Ведь ездить без страховки значит нарушать закон. До 2014 года у водителя, севшего за руль без ОСАГО, вообще могли забрать машину на штрафстоянку. Сейчас это наказание отменили и нарушителю грозит лишь штраф 800 рублей. Но страшно не это. Накладно сесть за руль без полиса. Если случится ДТП, возмещать ущерб придется из собственного кармана, а не за счет страховой компании. При этом напрямую страховки клиентам отказывали редко. То ссылались на то, что полисы закончились, то обслуживали по одному человеку в час. Тем, кто хотел пройти без очереди, нужно было оплатить дополнительные услуги. Все это челябинцы не раз снимали на камеры своих мобильных телефонов, а запись отправляли в антимонопольную службу. Так, например, в одном из офисов в Ленинском районе дело едва не дошло до драки. Несколько часов в очереди там ждали два десятка человек. Объясняться журналистами страховщики, уличенные в махинациях, отказываются. Зато их коллеги, не попавшие в черный список, охотно рассказывают. До повышения цен на ОСАГО обязательное страхование было убыточной статьей для многих компаний. Выплаты по полису почти всегда превышали его стоимость. И навязывая услуги, компании пытались компенсировать свои затраты. Именно поэтому, утверждают эксперты, цены на полисы сейчас подняли в три раза, чтобы поддержать страховщиков. Людям повысили страховки чуть ли не в три раза. Когда, в принципе, данным тарифом уже перекрыли, можно сказать, 80-90% именно совсем трэшовых убытков у компаний, я не понимаю, зачем эти вводить. Жадность? Да. Только. Даже не жадность. Нельзя сказать и в бизнесе жадность. Бизнес и ничего больше. Впрочем, согласно опросу сайта «Бизнес.ФМ», аппетиты страховщиков после разбирательств антимонопольщиков не уменьшились. Несмотря на штрафы, навязывать дополнительные услуги компании продолжают. Всего проголосовало 115 человек. 52% сталкивались с навязыванием услуг и сильно переплатили. 21% смогли найти компанию без навязывания доп. услуг. И 26% вообще не сталкивались с навязыванием. Эти кадры съемочная группа УТВ сняла в одной из страховых фирм Челябинска. Вместе с ОСАГО нам настоятельно рекомендовали застраховать квартиру. Цена – полторы тысячи рублей. Разве так можно? Это же типа, ну, незаконно. Нет. Именно такая практика сейчас и существует. То есть это нормально, да? Конечно. А все так делают, скажите? Нет. Это распространенная практика. Сергей Пунтус уже научен такими предложениями. Советует все происходящее снимать на камеру мобильного телефона. От сотрудника, который отказывается выдать полис по какой-либо причине, требовать объяснительную записку. И, конечно, сообщить об этом руководству компании и в антимонопольную службу. Если штрафовать компании за сговор будут регулярно, навязывание услуг, наконец, исчезнет. Светлана Свечкарева, Евгений Чекалов, ОТВ. Продолжение следует...